Художник хочет въехать в Тибет, как 25-й князь Шамбала. При этом всему буддистскому миру Рерих в качестве доказательства своих правного царения готов предъявить бесспорный знак. Родинки в виде созвездия Малой Медведицы, такие же, какие были на теле Пятого Великого Далай-Ламы. Того, чьим памятником в истории остался дворец Потола. Рерих был новым воплощением Пятого Великого Далай-Ламы, построившего Потолу. К тому же Рерих опирался еще и на известное предсказание, что новым Далай-Ламой будет белый человек, который придет в Тибет из России и станет царем света. Теперь надо обращаться к мастеру, называя его Владыка Майтрея. Однако менее всего собирался Рерих править нищим Тибетом. Планом его предусматривалось создание Священного Союза Востока, Независимого государства, включающего весьма изрядную часть Китая, всю Монголию, а также Тибет и Сибирь. То есть, воссоздание империи Чингисхана. Под этот амбициозный план Николаю Рериху удалось то, чего не удавалось до него никому в России – получить и американские деньги, и конкретную поддержку английской разведки. Казалось бы, куда больше. Однако, желая заручиться содействием сразу всех противоборствующих сторон, Рерих внезапно и тайно отправляется в Берлин, в советское постпредство, где требует немедленно связать его со своим бывшим сокурсником, а ныне наркомом иностранных дел Чечериным. И, пообещав регулярно передавать информацию о дворцах и об их обитателях, об узаконенном общении тантриков с потусторонними силами, о действенных молитвах и родовых заклятиях, об известных монастырях и о тайных тропах в горах и пустынях, «Заручается, как ему кажется, поддержка еще и Кремля». «Все переменилось. С нами Ленин». Берлин, ПES.